Всем привет! Влог начинается с уборки. Моя любимая швабра. Девочки, поделюсь отзывом. Фирма вот такая. Вот вы видели, я вам показывала. Я заказывала на Озоне по скидке. Кинула в стирку эту штучку, тряпочку. Очень удобно стирается, очень хорошо отжимается. Я уже пользуюсь сколько? Где-то полгода. Ой, полгода. Сколько? Полмесяца или месяц ей. И в принципе нормально. Мне она нравится. Хорошо отжимает, все умоет. Но единственное, что если у вас не пропылесошено, у вас грязный пол, то эта швабра грязь, всю эту пыль, она ее просто вот так вот разведет по всему полу. То есть она ее не вымоет хорошо. Она моет хорошо пол, все пятна, все это хорошо. Но если у вас пыль, то нет. Если у вас не пропылесошено, я вам сейчас покажу швабра. У меня здесь стоит при входе она. Вот такая вот. Она тоже с резиновым. Она тоже, видите, вот эта вот штучка. У нее уже поломалась. Она хорошо отжимает. Она у нас стоит сейчас вот здесь вот за дверью. Пришли, у нас коврика нет. Кто со мной давно, те уже знают, что я не люблю коврики. Здесь плитка. Быстренько все это дело протер. И все, у вас чистота, порядок. Потому что ковер, чтобы там, тем более частный дом, это грязь постоянная. Она на коврике на этом оседает. Должно высохнуть, пропылесосить. В общем, помыть это лишнее. Тем более потом вы пропылесосили, но коврик-то все равно грязный. Поэтому мне просто такой шваброй протер. И все готово. Купила груши. Яблоки не стала покупать, потому что Соньку сильно сыпет. У нее прям сильные эти проблемы с этими яблоками. Очень сильно ее высыпают от яблок, от домашних, от недомашних, со шкуркой, без. В общем, взяла груши. Будем давать потихоньку, потому что фрукты надо кушать. Взяла хурму. Сейчас попробую две штучки. Я хурму вообще обожаю. Раньше всегда любила, после Соньки. Беременная была, у меня было от нее плохо. И сейчас просто не особо. Лимончик взяла. Что-то мне так захотелось. Фасоли. Но мне больше всего нравится Хайнс, но Хайнс не было. Поэтому я взяла вот такую в томате. Очень вкусно в борщ добавлять фасоль. Очень вкусно. Очень люблю. Надо, кстати, сделать запас. Да, потому что у меня запасов нет. Ни фасоли, ни горошка, ничего нет. Кукурузу я не люблю. Очень редко я бы покупаю. Взяла такой вот чумак, пирамидку. Потому что не помню, была у меня или не было томатной пасты. Взяла еще тыкву. Не знаю, может быть, кашу сделаем или запечем. Не знаю, Димка просит тыквенный пирог. Ну, не знаю. Я это готовила давно. Надо вспомнить рецепт. Сметану взяла в мягкой упаковке. И взяла творога полкилограмма. Наверное, сегодня сделаю творожную запеканку. Уже 100 лет не делала. Наверное, вот сегодня и приготовлю. Девочки, достала рыбку свою. Сейчас буду солить. Здесь у меня где-то 300 грамм рыбки. Берете соль. Я вам прямо вот так вот на глаз засыпаете. Сейчас обед. Она уже завтра утром будет готова. И чуть-чуть, буквально сахара. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Точно так же переворачиваете. Не до конца разрезала. Два таких стейка. И точно так же солим. Не сильно, но и не мало. Знаете, она будет слабо соленая в любом случае. Ну, сильно тоже, чтобы не было сильно соленая. Так. И чуть-чуть, буквально сахаром притрушиваете. Чуть-чуть. Все. Ну, можно так сказать, знаете, на сутки в холодильник. И чуть-чуть подсолнечного масла. Тоже буквально чуть-чуть, да? Можете не добавлять, но мне кажется, знаете, с маслом она получается... Вот, буквально покапали и все. Чуть-чуть. Не переборщите. И вот так вот хорошенько растираете прям рукой. Ну, некрасиво может быть, но извините. Так. И крышечкой закрываете. Пару раз вы можете перевернуть. Значит, сок пустит. Здесь вот хорошенечко, в общем, вот так вот делаете. И все, рыбка у вас будет готова. Так, сейчас поставлю ее в холодильник. Это было стираю, забыла полотенце. Ладно. А вкусно рыбка я вам сейчас покажу с вот таким вот творожным сыром. Очень вкусненько получается прям. Я, кстати, с вот таким вот творожным сыром люблю, кто ел мой зельц, кто готовил зельц, либо буженину, получается просто великолепно лучше масла. И когда вот без творожного сыра, немножко суховато. А с творожным получается очень вкусно. Кстати, кусочек зельца у меня еще остался. Так, пересыпала я капусту в маленький лоток. Сейчас тут все грязное, надо будет умыть. И вот в этом вот у меня лотке было. Сейчас я его быстренько помою и вынесу. Ну, у меня сох. Кто пришел? Привет! Замерзли? Заходите! Так, тут у меня компот со сливой. Здесь у нас большая, ну, небольшая, трехлитровая кастрюля супа. Бабушка варила с рисом. Очень вкусно. Я вообще с рисом сама никогда не варю. Если честно, я варю только с вермишелью. А мама варит с рисом, и получается безумно вкусно. Зелень ее, в общем, все как положено. Сонька хорошо кушает. Так что я очень рада. Она на курином бульоне. Курочка у нас домашняя. Очень вкусно. Поехали! 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 Сонь, что бы ты делала без старшего брата, а? Я! Не тяжело, Дим? Дима, не тяжело? Нет. Вообще! Ты бы штаны еще поправил бы свои. Соня, Тани, Тани! Че-че-че-че-че-че-че-че? Люба не мог! Аккуратно! Геймон! Люба и свои тони! Че, холодная? Не холодная? Кушай! Фурма! пробуй да не холодная на сонин дома лежала бы я тем временем буду готовить вафли все сделала тесто тесто у меня не кефир по рецепту кефира у меня оставалось активе поэтому я решила сделать активе не пропадал что там вафли не хочет есть вот такие вот вафельки получаются все очень вкусные не тонкие они идут будем пробовать не знаю как будет вкусно не вкусно нос кефира даже вы можете вместо кефира молоко либо кефиру все что у вас есть ну чуть попробуем с активе сахаре не добавлял потому что она была мне сладкая вот получилось у меня 7 штук с одного стакана такие вот красивые вкусненькие сейчас оставила пусть у меня она остывает и остынет и потом пока буду мыть уже и смотрите там по бокам не подниму ладно пусть остывает здесь по бокам капает масло рецепт не оставлю внизу в описании чем будем мазать вареньем у нас есть варенье сейчас мы возьмем ложку как много много не надо потому что она такое сладкое чуть-чуть давай размажу так ты не почувствуешь она в средине ты будешь сверху давайте я намажу давай тебе намажем так вот и размажу тут сверху вкусно я приготовьте такие вафельки если хотите вообще с полным ртом не разговаривайте кушать для этого аппетита с первым снегом ребята в крыму тоже смотрите у нас там еще такая зелень зелень и пошел снег я вообще если честно не ожидала вчера было холодно а сегодня вообще конечно колоту на улице да сон ты что делаешь мы уже включили отопление теплый пол теперь можно бегать босиком да так такой у нас будет завтрак кофе и бутерброды я прям на вот этой вот вафельнице делаем можно есть специальные насадки я приму так вот хлебушек внутрь там колбаска сырок все что вы хотите и хлебушек и вот так вот и сыр видите он там плавится очень вкусно получается горячие бутербродики вот так вот утром с кофе тепло вкусно всем всем вам желаю приятного аппетита кто кушает хорошего дня мы пошли завтракать так мы тут с мамой решили приготовить винегрет нашла я вот такую вот штуку это у меня от фаберлик это мне дарила свекровь давно но я никак не пробовала в общем хочу попробовать артикул 11 780 а тут написано и картошку кукурузу и хлеб можно в общем все можно готовить вот такая вот она идет вот идет мешочек тут инструкция подробная сколько времени вот такой вот кармашек я хочу попробовать сейчас приготовить свеклу я ее помыла хорошо думаю сначала приготовить одну попробовать как она вообще приготовиться хорошо или нет тут за нее ничего не написано написано только за картошку одна картофелина получается я не знаю какая у меня здесь мощность где-то три минуты ну поставим где-то на 4 4 5 наверное попробуем сейчас на одной если получится то поставлю еще ну что ну что 4 минуты прошло достаем она немножко сейчас я ее достану давайте-ка сейчас надо взять какую-то наверное вилочку мне и попробую пробовать горячая мне кажется она не готова за 4 минуты как будто печеные слушайте видно вам так положено мне кажется мне кажется мне кажется она готова мама иди попробуй давайте разрежем мама не хочет а я проверю почти готова мне кажется еще может быть минутку поставлю видите она как будто реально печеные так ну что теперь будем картошку закидывать и буряк честно больше поставим и морковку общем все будем делать на микроволновке окно что морковку я тоже сварила единственное знаете что еще дома может быть надо было сразу все это почистить будет ли она хорошо чистится ли не в принципе свекла нормально чистится морковка не знаю мы просто хорошо ее вымыли это с фасоль новую взяла у нас здесь магазине не знаю интересно попробовать так девочки ну прикол знаете в чем ой что вот это вот все мокрое видно вода то есть у меня микроволновка стоит плотно и видимо вот оттуда оттуда получается сколько я варила буряк я варила где-то 10 12 минут морковку я варила 8 минут да где-то так получается за 20 минут у меня вот здесь вот прям все мокро 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 я в общем все это дело этот вино заодно здесь тоже видите у меня тут крошки летят тихо миллион этих удлинителей девочки когда вы делаете кухню думайте о розетках пусть их лучше будет больше потому что вот этого мало нужно чтобы было бы и здесь но я думала что здесь раковина зачем здесь она нужен и свет и няня и микроволновка в общем что с фокусом я не понимаю фокус у меня кто-то убегает в общем-то микроволновку надо либо отодвигать еще кстати подумала что солнце крутится я подумал о том что можно я думаю и в обычном пакете тоже варить так что то вот я привет в общем то я сейчас быстренько тут протру это вот все ерунду вот и ставлю еще картошку картошка написано 8 минут дайте я вам что скажу давайте на 10 поставим я вам скажу что так очень даже удобно ничего не нужно варить мучиться с этими кастрюлями особенно от свеклы так вообще все же гляньте грязная какая все общем ее потом еще и протру ну что все готово теперь пусть немножко картошка тоже видите будет хорошо чистится поэтому чистить можно ее не чистить все девочки будем готовить винегрет так утеплили сонечка теплую кофту теплые штаны да соня доставай ботиночки теплые носки да идем гулять доставай ботиночки ботиночки соня наверху он стоит ботиночки нет выше 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 соня это кроссовки соня а ботиночки вот они ботиночки новые купили сонки кстати заказала на вал борис да померили нам подошли от умничка села на обуват теплые штаны теплые носки в общем утеплились на улице плюс 2 градуса девочки в общем вот такой вот тазик показываю как есть не стала же выкладывать красиво винегретом мы делаем с фасолью уже поели очень вкусно очень очень полезно и такое вот прям знаете захотелось захотелось нагулялась подруга смотрите на меня танцует бабушкой там убирают что птички капюшон на боксонь пошла-пошла-пошла у сони своя тачка вообще они пошли гулять чтобы я помыла полы девочки здесь у меня фаберлик универсальное средство сделаем вот воду такую мыльную сейчас буду мыть хочу купить мистер пропорная на выходных уже поедем я закончится доместос нужно взять и этот пропор возьму потому что-то ну очень мне нравится и кстати полы мне больше всего нравится мыть доместосом честное слово немножко его чтобы не было такого знаете запаха в доме ну хорошо он промывает все микробы особенно вот вход возле входной двери в чем бы думать димчик ты че такая красивая ну расскажи ребятам потому что праздник осенью был мушка соскучилась дима она уже тебя не трогает а ну стань ровненько покажи какой то а где твоя бабочка кстати я сегодня целый день не в кадре по моему я по моему еще вам не показывалась всем огромное спасибо за поздравление простите меня пожалуйста за фокус он периодически пропадает и вообще не могу понять что случилось очень приятно очень много поздравлений я рада тоже что меня появилась машина так здорово но теперь надо усиленно заниматься чем я в принципе и занимаюсь но у нас небольшая заминка с вождением не знаю должны были быть экзамены что-то в районе там 10 числа но сказали кто на автомата не издает в общем мы будем позже сдавать на две недели в общем пока у меня заминка не знаю когда я буду сдавать вот но я занимаюсь я учу билеты вот так что осталось дело за малом осталось получить права и все вперед машины не я не боюсь мне нравится в общем я довольна всем огромное спасибо девчонки заметили что мы машина под цвет ногтей на самом деле если не тоже кстати в красный я не так так получилось вот в общем всем огромное спасибо безумно приятно я рада что я с вами поделилась а вы меня поддержали правда что я сейчас готовлю сейчас 7 часов вечера я решила приготовить запеканку потому что творог купила а вот у меня лежит я думала ленивые вареники сделать но думаю ладно сделаю запеканку со сметанкой с вареньем будет вкусно пока я еще с помещаю быстренько хочу вам рассказать рецепт я не буду писать внизу в описании я вам так быстренько скажу значит у меня здесь полкилограмма творога 3 яйца 3 столовые ложки сахара 3 столовые ложки манки все это хорошенько перемешивайте очень тоже будет вкусно если взбить таким погружным блендером она тогда будет очень мягко очень вкусная эту запеканку готовлю уже очень давно вы можете приготовить мультиварку в духовке в общем как вам больше нравится очень вкусно она получается не очень сладкая нежная и немножко разрыхлителя где-то пол чайной ложки наверно вот так вот еще можно добавить ванильный сахар если вы любите у меня такое не любят изюм в общем все что вы любите можете добавить будет очень вкусно что я думаю мои как раз вечером да я тоже чай можно будет поесть запеканки вот сейчас знаете похолодало и вот все время хочется кушать особенно вечером но я в принципе всегда вечером знаете люблю поесть а сейчас прям все время я хочу есть все время вечером особенно мозги у меня начали работать после долгого времени так что вот так ладно буду готовить запеканку потом уже покажу окончательный результат такая вот румяная запеканочка у меня получилось сейчас буду резать видите она мне треснула ничего сейчас буду резать и димка уже будет есть потому что дождаться ребенок не может приходит садика есть не хочет а потом начинается у него какой-то ночной жор все буду резать очень такая воздушная очень вкусная получается а 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 это Так, загружаю посудомойку свою, у меня тут закончилось средство, ополаскиватель, вот такой вот у меня поклан, хороший, вы знаете, не скажу, что оно хуже, чем финиш, очень достойно, стоит намного дешевле, но у нас, вот, поэтому вот пользуюсь уже вот практически на донышке, и очень классно, девочки, не забывайте, всегда добавляйте ополаскиватель, хоть там и написано 3 в 1, хоть 7 в 1, не важно, всегда ополаскиватель, и всегда соль, вот, почувствуйте разницу, когда у вас есть ополаскители, когда нету, и вот этот вот самат, мне нравится, правда, не очень удобно, потому что я зачастую пересыпаю, насыпаю больше, чем положено, вот, но, но он реально классный, стоит очень бюджетно, 700 или 800 рублей, 3 килограмма, потому что финиш у нас стоит очень дорого, и нет у нас, к сожалению, таких магазинов, и нет таких у нас скидок, как вы мне пишите, поэтому, поэтому для крымчан идеальное средство, все, я буду с вами прощаться, спасибо, что были с нами, спасибо за поздравления, безумно приятно, всех вас обнимаю, всем пока-пока!